Добрый день, это новый автомобильный проект на портале управда.ру Меня зовут Сергей Прус Прокатимся по улице нашего города Встретимся с интересным человеком Мы поболтаем о всяком разном Что, поехали? Мы едем в гости к одному известному человеку Известному в автомобильных кругах города Ульяновска И в автоспорте известен он Это Александр Охотников Организатор ралли Холмы России И нескольких других автогонов Ну что, Саш, прокатимся по болтам немножко? Да, конечно, с удовольствием Скажи, пожалуйста, мы с тобой знакомы лет уже 15 Помните, в самой заре нашего знакомства Только начинались ралли Холмы Россия Да Прямо это год 2000 какой? Второй? Третий? А там же до них был Улл Рейс Сколько я помню В 2002 году Это такая интересная история Когда появился первый фильм Форсаж Да, у всех заболели, вся страна Ну, наверное, пришло это в Ульяновск Этими гонками Дрэкрейсингом, да И первые гонки мы сделали в 2002 году Дрэкрейсинг Это был октябрь 2002 года На объездной дороге Раньше, где на севере была объездная дорога С Поливной на трассу Мы там сделали осенью 2-3 этапа Такие, ну, колхозные Первый флаг тогда сделали И сделали так интересно На белом фоне покрасили черной красочкой Такой кубики губочкой Флаг, ну, нормально Вот Потом возник вопрос, что там не совсем ровно, не безопасно Мы искали в новом городе То есть Подожди, я тебя перебью сразу То есть, вот вопрос безопасности Потому что, ну, вот Насколько я знаю любителей Фильмов Форсаж И вот этих вот Любителей погонять по улицам То есть, понятие безопасности Оно всегда вот так условно На последнем месте Насколько я просто знаю тебя Вы с безопасности Прям чуть ли не вот с самого начала Всегда задачивались Вопрос в начале так вообще не стоял Мы об этом даже не думали Когда вот только началось Но буквально Две вот таких вот гонки До которых Это не гонки масштабные Это вот сами собрались, да Сразу возник вопрос Мы сразу начали об этом думать И поэтому Решили перенестись Куда-то более Перейти на какую-то Более безопасную трассу И вот начали искать В новом городе Была попытка сделать Где сейчас там Центр Анака Комета Прям на трассе сделать Один раз там провели Гонку Тогда движение было неинтенсивное И потом нашли взлетную полосу Это сейчас взлетная полоса Является как бы Атрибутом дрэк рейсинга Уже, да, так Но первые гонки Мы сделали там И больше того Самолично у меня есть фотографии Где я рисовал старт Отмерял 402 метра рулеткой Потом проверял там На машине на Peugeot С точным спидометром И финиш рисовалось То есть это было Как бы вот уже В 2003 году Мы пришли И делали дрэк рейсинг То есть подожди Получается, что Вот начал ты С дрэк рейсинговых Таких покатушек То есть потом перешли на ралли Потом подошел Подожди, секунду Я просто говорю Принимал участие В том числе и в трофе То есть можно ли сказать Что ты стоял В некотором роде Как Аристотель Отец всех наук А ты в некотором роде Примял участие Вообще в старте Автоспортивного Вот этого всего движения Различных видов спорта Именно в Ульяновской Ну, спорт Он существовал В Ульяновской до этого То есть Была ралли Заводская команда По кроссу автоспорту Ну, это была профессиональная Профессиональная команда Которая профессионально Занимала спортом Любительского спорта Как такового не было И, скажем так Даже других вариантов От спорта Не было Вот И на тот период На тот период На 2002-2003 год Ну, я С командой Единомышленник То есть нельзя Позиционировать Я вот только один Да То есть у нас было Несколько человек Которые занимались Именно Вот таким вот Новым Кажется, казалось Даже не перспективным В плане Какой-то вот Занятия А просто Нам было интересно Мы занялись И пошли вот Кругом Там Два-три человека Которые начали Инициировать Все это действие Все, я понимаю Дрэк перешел У нас На ралли Просто в ралли В ралли Как-то Ну, непонятно Что Ралли Ну, там Был еще Такой промежуток В котором мы провели Беспредельные гонки По городу Тут надо отдать должность Сейчас я В этом Но вынужден признаться Это было очень небезопасно Когда по городу Составлялся маршрут И люди ехали Кто быстрее приедет В точку финиша Да Причем Один Как бы Стартовали около Искры Финишировали около Белиска Но Вот тогда у меня Первый вопрос С него стал Когда приехала Одна из машин На полуспущенном колесе На финиш Причем он и на старт вышел Так Я понял, что он мог В любой момент Когда машина стояла На Гончарова Одна из машин Не буду называть Участника Стояла И для того, чтобы Ускорить время На красный Поехала по тротуару Ну, это мне потом сказали Вот тут сразу Так оборвало все Я понял, что Это опасно Мы перешли Лучше уходить из города Лучше уходить куда-то в поля Нарисовалась такая дисциплина ралли Интернета не было Мы не знали Мы начали экспериментировать И делать что-то сами Исходя из своих Как-то соображений Понятно Потом у нас пошло ралли Холмы России Как сейчас помню Году в 2000 Каком? Пятом Поехали на Хазарские степи Я хочу просто следующий этап Сразу Потому что понятно, что Начались гонки по трампу Нет, немного не так Мы начали делать Уже вот маленькие раллийные участки 17 декабря 2005 года Мы стали делать Холмы России Это как бы День основания холмов России То есть был придуман бренд Красный Яр Если ты помнишь До этого мы делали Ралли-то шла 2004 зимой Когда нас ОМОНом разгоняли Очень много там У участников было порядка 40 Это были какие-то такие Ну, хаотичные движения Немножечко Но они вырисовывались Уже какую-то концепцию И вот концепция Реализовалась 17 декабря 2005 года Уже вот в холмы России Бренд Хотелось какое-то название Это сейчас уже Оно естественно воспринимает Тогда как-то вот Придумали В Красном Миру Сделали гонку Нас поддержал тогда Автозавод Приехали спортсмены Профессиональные Это был такой тоже Толчок для Ну, приехали Иногородние Я помню Самарти Димитровградцы Вот Тогда Малов Приезжал Серега Куренков Вот И После этого Мы начали Как-то вот Именно Понимать Что такое ралли-рейды Куда Что делать И Как ты говоришь В апреле 2006 года Мы поехали На Хазарские степи Ты помнишь Все это Вживую Как все происходило То есть Это дал качественный рост То есть Посмотрели Как делается По сути Вершина автоспорта То есть Ралли-рейд Чемпионат России Для нас Следующий этап Это уже только Дакар Для нас Это было Революционное открытие Мы побывали там Мы уже Как бы С Сашей Грачевым Пришли К какому-то Пониманию К чему мы хотим И пошли Вот Мы участвовали Тогда Очень такой Бесценный опыт Получили Именно участие Организация И прочее Причем там Ну такие нюансы Когда нас Пенализировали Мы не всегда Знали правила Ну Вникали Но не знали Все Вот этого Объемного информации Не было Которая появилась Потом Вот Мы пришли Значит К пониманию Что такое Ралли-рейды И потом Пошел Вот этот Длительный Поступательный Путь Движения К холмам России Причем Мы не старались Его позиционировать Сразу Как бренд Как все Мы просто Каждое соревнование Добавляли Чуть-чуть На наш взгляд То что Улучшает То что Качественно Отражается На организации На безопасности Естественно Это до сих пор Один из таких Ключевых Ключевых Коньков Безопасность И мы Начали Вот идти К тому Что На текущий момент Смартфон Вместо Видеорегистратора А почему бы и нет С технической точки зрения В смартфоне Есть все Что необходимо Регистратору И даже больше Во-первых Видеокамера Конечно В регистраторах Угол обзора Зачастую Превышает 120 градусов А в смартфонах Он порядка 90 На практике Эта разница Может быть не столь критична И камере смартфона Хватит обзора Чтобы записать Ключевые события На дороге Во-вторых Микрофон Это означает Что мы можем записывать Не только картинку Но и звук Особенно полезно При общении С инспектором ГИБДД В-третьих В большинстве смартфонов Присутствует Слот Слот для карты памяти В-третьих Практически В любом смартфоне Есть модуль Навигации Например GPS Это означает Что смартфон Может не только Записывать видео Но и местоположение А также Скорость движения Вот этот параметр Уже интересен Так как данная функция В видеорегистраторах Доступна Лишь в дорогих моделях Ну и последнее Это технический прогресс Смартфоны Стремительно устаревают И мы их меняем С периодичностью Раз в несколько лет А кто-то и чаще Поэтому высока вероятность Что дома без дела Валяется старенький смартфон У нас в качестве регистратора Используется смартфон 2011 года С хилым по сегодняшним меркам Двухъядерным процессором И менее чем Одним гигабайтом Оперативной памяти Остается лишь Поставить нужное приложение Мы не будем рекламировать Какие-то конкретные приложения Их можно найти Без труда в маркетах Рассмотрим Лишь некоторые аспекты Итак Приложение установлено В настройках Ищем режим фокуса И выбираем бесконечность По опыту Другие режимы Могут давать расфокусировку А этот вариант Безотказно работает При тряске И даже ночью Также не забываем Настроить продолжительность Записи одного видеофрагмента Наиболее удобным Оказались 10 минут Проверяем Чтобы была включена Цикличная запись По сути Все Ключевые настройки Завершены Если интересно То можно выставить Качество видеозаписи Битрейт Ограничение на использование Памяти И еще много чего Если вы хотите Записывать скорость То включайте спутники Обращаем внимание Что в режиме видеорегистратора Довольно ощутимо Разряжается аккумулятор смартфона Поэтому не забывайте Про зарядку Остается только Закрепить смартфон На лобовом стекле И в путь Помню что С чемпионата России Привезли знания О таком интересном формате Как езда по нормативу Когда дается Там условно говоря 100 километров Надо к финишу Приехать Через 3 часа То есть умение Высчитать Вот эту среднюю скорость То есть ехать Вроде бы 33 Но по факту Это же тяжело Это я к тому Что вот Устраиваются там По городу Ульяновске Какие-то гонки Например Как правило Гонки все идут По шаблону То есть Из точки А в точку Б Кто быстрее А вот умение Проехать по нормативу Сонат подразумевал Потому что Например Дается Участнику Временной интервал И определенный Спецучасток И он должен Проехать Не просто Приехать в конечную точку По расчетному времени Но и промежуточные Все точки Приехать Согласно Расчетному времени Это подразумевает Равномерное Среднее движение Среднее движение Когда скорость Не будет Мгновенно превышена Ну конечно Есть варианты Но этого сложно считать Поэтому приходится Считать среднюю скорость И придерживаться Этой средней скорости С отклонениями Я к тому Что вот По Ульяновску Проводилось Много разных Всяких соревнований То есть В том числе И вот эти Вот по городу То есть Я не про то Что вы тогда делали Да 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 То есть В любом случае Я помню Что вот норматив Времени проводил Только лишь один Из автомобильных клубов Ульяновска Именно вот С точки А в точку Б Причем Я принимал участие Например В этой же тоже гонке И все участники В один голос Говорили о том Что это на самом деле Настолько нереально Тяжело И непривычно Умение ехать Потому что Если мы по бортовику Посмотрим То у нас да Средняя скорость 30 км в час Но попробую высчитать Эту скорость То есть 30 км в час Чтобы она проехала Средняя скорость движения Многие ли водители Знакомы с таким понятием Как правило Автомобилисты Оперируют понятием Максимально разрешенная скорость Например В городе Она составляет 60 км в час Но если мы попробуем Проехать по городу Расстояние в 60 км То ехать мы будем Явно не час Зачастую Такой путь Мы сможем преодолеть За два часа А то и дольше Дело в том Что мы тратим Много времени На красных сигналах Светофоров На пропускание Пешеходов И прочие остановки Из-за этого Наша средняя скорость Падает Мы провели эксперимент По участку Новый город Центр И обратно Мы проехали Девять раз Поездки были в 12 часов Дня и 8 вечера Когда на Императорском мосту Минимальные пробки Эксперимент показал Что максимальная Средняя скорость В городе Ульяновске Может составлять Лишь 40 км в час При этом За Волжье мы ехали По промзоне Где нет светофоров И дорога всегда свободна То есть В нашем эксперименте Были минимальные потери скорости Свободнее только ночью Обратите внимание На верхний левый угол экрана Там показана Наша скорость движения Интересное наблюдение Даже если мы проезжали Светофоры на зеленой То мы все равно Двигались Среди других автомобилей То есть Возможности Существенно Ускориться Не было Но если только Не устраивает На дороге слалом Что в принципе Запрещено Правилами дорожного движения Замеры в центральной части города Приводят К более скромным результатам Средняя скорость На уровне 20-25 км в час Для сравнения В Москве Этот показатель Может опускаться До 15 км в час Необходимо отметить Что интенсивные разгоны Со светофоров Увеличивают Среднюю скорость Всего на несколько километров Что в итоге Сказывается на опережении Лишь в несколько минут При этом Существенную роль Оказывают светофоры Ибо если вы попали В так называемую Красную волну То интенсивные разгоны Могут и не помочь Лихач доберется До пункта назначения Лишь на минуту-две Быстрее Чем спокойный водитель Не открою какого-то секрета Если скажу о том Что в городе Присутствует В ряде случаев Некое автохамство То есть люди стремятся Побыстрее Подрезать Но при этом Я сам замечал даже Очень большое количество Водителей Не замечает о том Что впереди горит красный Ты все равно там встанешь То есть смысл на этом Перекрестке Заходить там на желтый Если там вдалеке Просматривается красный К слову там О средних скоростях О среднем времени То есть о неком таком Ну как бы Именно водительском мастерстве И вот в связи с этим Такая вот Скажи мне То есть Правда ли что Гонщики, ралисты Те кто участвуют в ралли Среди всех других Автомобильных Спортивных категорий Это наиболее универсальные Водители Которые умеют ездить В совершенно разных Водительских Дорожных условиях То есть и грунт И асфальт То есть это не дрейк рейсинг Где просто прямая Это не дрейк Где ровный асфальт Задний привод Ну то есть какие-то Именно условия То есть ралли Это такой прям Ну один из наиболее Комплексных Одну из наиболее Комплексных подготовок Именно водительского Мастерства Ну тут я Тут надо Нужно разделить Ну как бы На несколько вопросов Вот данную формулировку Дело в том Что пилотирование Автомобиля В определенных Дорожных условиях Дает не только Не столько даже ралли Сколько наверное кросс Я бы сказал что кросс Именно вот Ралли кросс Даже дает Возможность Возможность Быстро меняющихся Погодных условиях Пилотировать Филигранно Пилотировать автомобиль На коротких Кольцевых участках То есть с точки зрения Вождения Пилотирования Да Ну естественно Сначала асфальт Это картинг допустим И кольцо Потом ралли кросс Но если К ралли кроссу Добавляем Вот эту вот Большую протяженность И когда умение Уже стратегически думать А дорога Общепользования Это возможность Именно стратегически думать Ты не думаешь о том Как ты вот этот Ближайший поворот Пройдешь по минимальной Траектории Причем залезешь Кому-то внутрь И окажешься Позиционно впереди Речь идет о том Что ты проходя Этот поворот Ты уже просчитал Еще 18 поворотов И ты знаешь Что если сегодня Ты выехал С одной части города В другую часть города Ты проедешь С безопасной скоростью С оптимальной Как бы В оптимальном Временном интервале Вот ралли рейд Он дает Наверное Вот это именно Точка Тебе твоя задача Прийти Как любому из нас В конечную Точку финиша Быстрее С минимальной потерью С минимальной потерью То есть на трассе Это не убить машину В городе Это ну условно говоря Не попасть в ДТП Но если это Совсем шутрировать И теперь уже Ущутим Дюкшель Еще не нарушить ПДД Потому что это тоже Да, естественно Поэтому возьмем Если ПДД Это тот правило В рамках которых Мы действуем В тех же ралли рейдах А там есть и ограничение Скорости И есть и движение И отклонение от маршрута И много-много Входящих Входных параметров То если коснемся Самого автомобиля Пилотированного То мы должны Действительно приехать В конечную точку С какой-то Скоростью Но Теперь Опыт Движения по городу Показывает Что не всегда Ты приезжаешь Есть люди Кто постоянно рвет И на красный Останавливает То есть рваный Ритм движения И получается Так проехав Какое-нибудь Долбанное Московское шоссе Все равно В конце Это Московское шоссе Все стоим На одном и том же перекрестке Только кто-то Ускоряет А ты спокойно едешь Катываешься Подкатываешь Поворот Рассчитываешь Дистанцию Когда загорит зелен И спокойно едешь Ты бережешь Автомобиль Ты это 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 В конечном итоге Такой Как бы Ну водитель Гражданский водитель Он Сэкономил Кучу времени Сэкономил Бензин Но это Ресурс автомобиля Ну на выходе Там К 100 тысячам километров И больше того Он спокойно доехал А результат Один и тот же Поэтому Зачем рвать Нужно найти Свой Собственный Ритм Темп С которым тебе Удобно Комфортно ехать Который ты можешь Позвольствовать Подожди секундочку Я боюсь Сейчас может возникнуть Ошибка О том что кто-то скажет Ну вот мой любимый ритм Это вот такой вот И разгоняться Я таких людей Массан С ними спорить бесполезно Доказывать Практика показывает Переболеет 2-3 года Или сколько-то Все люди Ктихонечку приходят Наверное это какая-то Водительская зрелость Это не возрастной Водительская зрелость Кто-то раньше Кто-то уже позже Скажи пожалуйста Правда ли Что гонщики Ну те кто прям Участвует в гонках То есть Ну именно Занимается автоспортом Те На самом деле На дорогах Как раз таки Вот не выпендриваются Они ведут себя Максимально спокойно Да Сережа Я вот Сам Как бы Этот вопрос Ну много раз задавал Это задавал И себе И пытался Как-то Ну Понять Не говорят ли Они для Это только На публику Потому что Есть такое понимание Что люди Склонны Произнести То что Хотят от них Услышать Ну тут Немного по-другому Я как бы Так Достаточно большое количество Спортсменов знаю И даже вот сейчас По детям могу рассуждать По своим Которые уже Там и за руль сели И все Действительно Люди для чего Садятся на дороге Вот этот рваный режим Придумают Им не нужен адреналин Им нужен адреналин Они привыкли А хороший спортсмен Любой спортсмен Любого вида спорта У него уже Как наркотик Адреналин Ему нужен этот адреналин Когда человек Вот На спортивной трассе Там за уикенд Получил там Должную кучу адреналина Поверь мне Следующую неделю Ему не хочется Этот адреналин Этот адреналин Он будет исполнять И спокойно отдыхать Поэтому Выходя на дорогу Они едут спокойно И я вот могу Прямо пофамильно Называть людей Которые действительно Едут спокойно Едут Ездят в обычной жизни Не на каких-то там машинах Не купят себе Ауди РС Какую-нибудь серьезную Хорошую сжигалку Ездят там На обыкновенных Гражданских Простых Вот там Моторах Автоматах И абсолютно Как бы довольны жизнью Это еще раз Возвращаясь К предыдущему разговору О том Что Они понимают Они понимают Внутри Что езда по городу Или езда Даже до конечной точки Она совершенно другая Чем спортивная То есть Эти выпендрежи С светофорными стартами По факту Это совершенно Не показывает Тебя Как Какого-то там А-ля гонщика Потому что По факту Ты не гонщик Ну Как бы С высочайшей Дольки Бирать То есть Это Ну Просто Людям Хочется Повыпендриваться Даже не встречать А сто процентов Я не знаю Ну не знаю Вот Из людей Кто серьезный Во-первых Понимаете Что Любой результат Гонка Или победы Или там Призовые места Все Это определенное Самоутверждение Когда человек Приходит к финишу И он понимает Что Вот Собралось Там Собралось 10 человек В классе И они там Все серьезные Спортсмены И он приехал Призов Зачем ему Утверждаться Ему На дороге И вот Не хочу Кого-то обидеть Стоит Там Вот Такой Весь Такой Весь Я Такой Спортсмен Больше Того Я Точно Уверен Что Такие Спортсмены Дорожные Спортсмены Абсолютно Не знают И не понимают Даже Как Машина С точки Зрения Закона Физики Управляет Тормозит И едет В повороте Вот Все Так Ребят Давайте Прервемся На один Небольшой Сюжетик И потом Вернемся к нашему разговору Первый в Ульяновской области Фестиваль Трофи Лайф Посвященный Внедорожному спорту Собрал гонщиков Со всего Поволжья Посмотреть на это Зрелищное событие Приехала и Съемочная группа Улправда ТВ Среди участников 50 гонщиков На своих Мощных Автомобилях Способных Пройти Через все Преграды За такими Машинами По бездорожью Едва ли успевает Наша редакционная Лада Первая остановка Технический осмотр Процедура Обязательная Без осмотра Комиссия Не допустит До соревнований Но водители Такой порядок Не пугают Они и сами С большой ответственностью Относятся К вопросам безопасности Соревнованием Транспорт Готовят неделями А то и месяцами Команда Андрея Например Закончила приготовление Буквально утром В день старта Участвую уже не первый раз Кататься интересно Раз попробовал И как-то понеслось Автомобиль готовится Долго Упорно От гонки До гонки Гонку откатали Готовим автомобиль Техническую ответственность За автомобиль Несет сам водитель Комиссия же проверяет Транспорт На соответствие Заявленному классу Отличает их Техническая составляющая Автомобиля Но все же Самое главное В любом из представленных Экипажей Это безопасность Ремни безопасности Крепление аккумуляторов Чтобы огнетушители Не только присутствовали Но и были еще закреплены В машине Чтобы во время Какого-то там Удара Препятствия Не прилетели В голову Не разбили Обязательно Конечно Это шлема Шлема Должны быть С застежкой На шее Чтобы тоже не слетали Как бы Жизнь одна Поэтому Стараемся Их сохранить Автомобили осмотрены И зарегистрированы Пришло время Ехать на основную площадку Торжественной колонной Отправляемся в путь Здесь уже частично Видна полоса Для первого старта Штурманы Экипажи Отправляются На осмотр территории Оценивают обстановку Делают пометки Разрабатывают тактику Единственное Что могу сказать Класс модифицирован Он без электролебедок Если встанешь В этом болоте То будет весело Соответственно Так надо было проехать Не останавливаясь Иначе все будет Плохо А плохо еще будет Но об этом позже Пока выясняется Трасса состоит Из двух спецучастков Препятствия И ориентирования Однако и здесь Особенности У машин разного класса Своя трасса У нас класс ТР1 По уровню подготовки Это примерно Средний класс То есть у нас есть Лебедка Третье колеса Можно посмотреть Что у нас Электрика выведена Наверх Здесь у меня Навигация Установлена Машину полностью Оборудуют Под условия Соревнований Буквально Каждая деталь В гоночном автомобиле Сделана вручную Михаил Хоть и штурман Но о своей Ласточке Знает абсолютно На всем Дополнительный свет У нас блокировки Стоят во всех мостах Там сзади у нас Можно посмотреть Установлено Якорь Якорь Вот он Якорь в салоне Виден Есть хайджек Трапики Там в салоне у нас Шаклы Такая терминология Наша Вот на такой машине Мы катаемся Получаем удовольствие Лопатка Запасной вариант То есть она может Спасти вас Да Обязательно Это наш Ну символ небольшой Итак лопатка На удачу готова Машины подъехали К старту Финальная команда И первые треки Рванули прямо в воду В ход пошли Разные тактики Цель экипажей Проехать как можно Скорее водоем И выйти на берег Но оказалось Это совсем непросто Машины тонут Моторы глохнут А напряжение Только нарастает Поддерживают Своих автолюбителей Их преданные болельщики Как вы поддерживаете Что мы говорили Перед стартом Вари класс Давай Класс Давай папа Давай Класс модифицированный И класс ТР1 Уже стартовали По своим маршрутам На очереди Класс ТР2 спорт У автомобилей Уже две лебедки А колеса В разы больше Субтитры создавал DimaTorzok В этом году В рамках фестиваля Трофи лайф Проходит отборочный этап Кубка ДОСААФ России И открытые областные соревнования По трофи рейдам Мероприятия направлены На развитие автомобильного спорта И пропагандируют Здоровый образ жизни Как получилось Затащить Дакаровский КамАЗ В Ульяновск Помню Они даже На центральной площади Выставлялись Ну да Мы где-то уже После путешествий После того Как заводской командой УАЗ В 2009-2010 году Проехали шелковый путь С очень хорошими результатами Вот Которые надо было продолжать Но мы к сожалению Как бы За свой счет Не могли это вытягивать Вот И Расширился круг Нашего общения Естественно Мы общались Достаточно уже С мировыми звездами Ралли рейдов И мы Естественно Выезжая на соревнования Тоже Общались С кругом Широким кругом людей Про холмы Уже пошла Определенная слава Что здесь все развивается Все идет вперед Ну естественно Мы как-то хотели И вырасти Вот Ну люди поверили в нас Мы Кубок России Здесь организовали Это был тоже непростой опыт И мы спотыкались Есть и ошибки Которые мы как бы совершали На этом пути Вот Но тем не менее С точки зрения Ну антуража С точки зрения Самого мероприятия Как бы все прошло хорошо Вот Пригласи Почему много людей Фотографировалось На фоне этих команд До сих пор Эти фотографии До сих пор Все публикуют Куда-то Распространяют И прочее 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 Понятно Скажи пожалуйста Ты ездишь По разным городам России Вот Ульяновские водители Зачастую ругают О том Что вот у нас Плохие дороги У нас тут Все плохо На дорогах Скажи В других городах Как асфальт Как разметка Как движение Ну тут сложно Как бы Везде что-то Из всех городов Где вот я бываю Не знаю Мне вот Волгоград Никак Не знаю Там все время Эти дороги делаю Все время Никогда не доделывают Последний раз Вот ездили в Волгоград Опять 70 километров Едешь по этому городу Там вот И постоянно Ты едешь На джипе И то едешь Как бы Объезжаешься яму Ну реально Нереально Хотя говорят Что там Тоже хорошо Поэтому Есть основные магистрали У кого хорошие Где-то там Второстепенки плохие Я считаю Я мое личное мнение Что дороги в Ульямске За последние несколько лет Качественно улучшились Качественно улучшились И городские дороги И особенно Прилегающие трассы Да То есть мы выезжали Там в Самарскую область Езжать хорошие дороги В Ульямск ехал Спящий человек Понимает Что там дорога Сейчас уже Нивелируется Вот эта разница И тем не менее Уже вот эти вот Ну основные трассы Мне кажется Очень хорошо сделали И освещение добавили Разметка сейчас И расширяют И там гидроводоотводы Там делают То есть по-моему Я не скажу Что все идеально Наверное в дорогах Не бывает такого случая Но по-моему Они имеют свойство Изнашиваться Там же последние Многие годы Меняются И характерный Пример хочу Привести Это всем Кто дороги делает Вот проспект Олимпийский Это наверное Единственная дорога Которую Не будем Назвать фамилии Сделана Качественно Когда приезжал Асфальт Нужной температуры Если не нужна Температура Он уезжал И делался Посмотрите Сколько лет В свое время Таким был Московское шоссе Еще когда Вот этот С камушками Вот этот асфальт То есть он тоже Там годами Лежал В него Тут же еще Проблема в том Что у нас Дороги постоянно Копают Не только Дорожники Возьми За свияжи Все время Каждый год Копают Копали бы Хорошие трубы Один раз И все И асфальт Не меняли Каждый год Поэтому Но дороги Я считаю Что лучше Видите Светофоры Как бы у нас Тоже Хорошие Стали Светодиодные И разметка Есть Как бы Дороги делают Не везде Как бы Хорошо Но в целом Я думаю Отлично Такой личный вопрос У тебя Сыновья В автоспорте Соответственно Как стать Чемпионами Прямо Короткие советы Тут наверное Автоспорт Как и любой Другой вид спорта Начинается С работы Человека Спортсмена Над самим собой Дело в том Что автоспорт Это Ну как бы Уже Вариант Реализации Человека А сам По сути Человек Это Его содержание Это характер Это его Физика Это его Возможность Переходить Через определенные Перешаги Через проблемы Ставить себе Определенные задачи Неудачи Переживать Одним Как бы Путем Радоваться Каким-то Позитивным Хорошим Вещам Вот Это как в любом Спорте Автоспорт Это всего лишь Реализация Как это точно так Нарушительно Перебил Опа Нарушителем Я иногда Сам сдаю Ну представляешь Едешь ты вечером И какой Хмырь По-другому Не скажешь На красный Ну нету Никого На красный Херачить Я просто Звоню Вот тут Такая машина Движется Туда Я принял Я вам сказал А вы сами Принял Дел в том Что он может быть пьяным Сейчас Сейчас Вот в Казани Есть такое Даже приложение Запущенное Ну как бы Официальное О том Что можно Снять Нарушители Сдать В ГАИ И в принципе Строфанули За стоп Линия На 12 Сентября Здесь На перекрестке Вот И я Как бы Стал Все Табу Теперь На каждой стоп Линию Внимательно Смотрю Внимательно Ну то есть В принципе Идея такая Что Ты никогда Не знаешь Из какой Соседней машины Тебя сдадут Ну И соответственно Ты просто Уже по умолчанию Не в плане Вот я вижу Вон там Камера Или стоит Инспектор Я буду Более Соблюдать ПДД Ну А именно Что Никогда неизвестно Вот Любой Соседней машины Я согласен С одним И тут Как бы Вот Все верно И Это должно Тебя сдерживать Но Я боюсь Что Как и в любом Другом деле У нас Начнутся Эти Перегибы Перегибы В этом плане То есть Люди Хотят Друг другу Насолить Еще что-то Еще что-то Тут же Понимаешь Тут Вот Это такой Многогранный Вопрос Вопрос Не только В том Что ты нарушаешь ПДД Вопрос В том Что Это Показатель Культуры Самого Человека Который Сидит За рулем Дело В том Что Одно Дело Мы Говорим Про Дороги Самый Простой Пример Как Это Во дворах Устроено Когда Люди Хамски Вот Идет Дорога Люди Паркуют Хамски Вот Я Сам Свидетель Вечером Я Иду Я Могу Обойти Человек С Коляс Идет Никогда Не Обойдет Это Культура Того Как Люди Себя Ведут Даже Вот В Поседневной Жизни Минуя Дорога Когда Стоят Бутылки Из-под Пива Выкладывают Это Уже Та Проблема Которая В нас Сидит И Она Лечится Только Поколениями То есть Наше Поколение Уже В этом Плане Не Исправить Людей Вот Стоишь На Перекрестке Стоишь На Зветофоре И тебя Объезжают По Повстречки Ты Его Не Пускаешь Повстречки Через Сплошную Ты Его Не Пускаешь Открывается Окно Пусти А почему Я тебя Должен Пустить Хорошо Если Ты Даже Соседней Полосы Петру Ты Покажи Поворотник Нет Он Понимаешь Он Нагло Лезет Причем Понимаешь Лезут 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 Ну ты Покажи Поворотник Я Остановлюсь И пропущу Но Когда Ты Без Поворотника Лезешь Я Не Пропущу Открывается Окно Пусти Ну Глупости Какие Че Мы тут Пальцами Каким Окна Открываем Покажи Поворотник Есть ПДД В которых Все Это Прописано Поэтому Человек Случайно Где-то Что-то Не так Повернул Там Зазевался Все Это Видно Да Это Видно Со Стороны Но Человек Намеренное Нарушение ПДД Намеренное Нарушение Приложение Народный инспектор Разработано В Татарстане Для того Чтобы Любой Местный Житель Мог Пожаловаться На Нарушение Правил Дорожного Движения Свидетелем Которых Он Стал Алгоритм Работ Очень Прост Вы Скачиваете Приложение К себе На Смартфон Регистрируетесь В нем И Можете Чуть Ли Не В Один Клик Сообщить В ГИБДД О Нарушениях Наиболее Популярной Является Категория Парковка На Тротуаре Оно И понятно Ведь инспекторы Не столь Часто Совершают Соответствующие Рейды По Дворам Города Теперь Ж любой Пешеход Может Сфотографировать Автомобиль Нарушителя Через Приложение И отправить Его На Рассмотрение Поэтому Парковаться На Тротуарах Подтыкаться К подъездам И загораживать Пешеходные Проходы Становится Крайне Невыгодно Даже На Столь Любимую Водителями Одну Секундочку Ведь Фото Подтверждение Вашего Правонарушения Может Моментально Оказаться У инспектора На Столе Так В первый Месяц Работы Приложения Народный Инспектор В Татарстане Было Получено Свыше Полутора Тысяч Заявок От Пользователей По состоянию На Сегодняшний День Через Приложение Народный Инспектор Можно Пожаловаться На Прискание Пешехода Парковка На Газоне Парковка На Местах Для Инвалидов Движение По Встречке Движение По Обочине Стоянка В запрещенном Месте Использование Телефона За Рулем Непристегнутые Ремни Безопасности Парковка Во Втором Ряду В списке Есть даже Несанкционированный Сброс Отходов И незаконная Добыча Полезных Ископаемых Сейчас Приложения Действуют Только В Республике Татарстан Но не исключено Что подобная Инициатива Распространится На территории Всей России Так что Не за горами То время Когда Ваше Правонарушение Сможет Зафиксировать Не только Инспектор Но и Любой Прохожий Будьте Аккуратны И не нарушайте Правила Дорожного Движения Вот такая Философия Будущего В машине Музыка Слушаешь Да Поешь Нет Не поешь Нет Совсем Вообще Не поешь Но я Когда На дальнем Стане Аудиокниги Слушаю Очень Это Во-первых Мозг Постоянно Находится В работе Ты Не засыпаешь Во-вторых Ну там Почему Не воспользоваться Этим Временем Когда Ты можешь Это Время Просто Использовать Так Это Я Так Много Сейчас Этих Интересных Вещей Прочитал Которые В свое Время Руки Не доходили Я В свое Время Тихий Дон Читал Ну В школе Проходили Читал А сейчас С удовольствием Перепрослушал Советы Чтобы не заснуть Какие Помимо Анекдот Есть такие Вот Постоянно Едешь По трассе На дальняк Когда Молодой Вот я ездил Сука Я не помню Иногда Можно Там Понять Суток Не спать Сейчас Тяжело Наверное Уже Приходится Останавливаться И спать Ну Мне проще У меня Теперь Есть Допастной Водитель Мы Как бы Меняемся Но Ну Как я Условно Говорю Я Когда Остался Там Сто Километров До Города Где Ты Заснешь Чуть 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 Просто Рвок Все равно Поспать Надо Ну Дремануть Чуть Чуть Надо Всякие Кока Колос Кофе Я Не знаю Как Луковицу Грызть Я Раньше Пользовался Эти Энергетики Там Один Но Как-то Энергетики Они Не сильно Помогают Вот Поэтому Ну Конечно Дотягиваешь Все равно Выйдешь Остановишься Поджимаешься Продминаешься Там Снегом Утрешься Если что Так Все Сто Километров Как бы Хочется Уже Дотянуть Ну Да Потому Что Было У меня Не дотягивал Однажды Сурского Так И не Дотянул За 40 Клинах До Города Лего Господи Вот они Нарушители Не со Своего Ряда Ну Это Еще Как-то Да Не В Ущерб Другим Да Мне Больше Всего Как-то Вот Больше Всего Я Горю И Все Равно Как-то Разделить Вот Кто-то Вот Там Ряд Перестрел Все Как-то Тут Можно Трактовать По-разному Когда Ты На Красной Стоишь И Ждешь И Там Потом На Красной Реально Живут Народ Переезжает Причем У меня Было В 4 Утро Еду С Таксистом Мы Только Об этом Разговариваем Едем Но Никого Нет На Ефремов Никого Мы И Еще Машина Там И Ночь Самая Страшная Авария Бывает И Едет 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 Мы Едем По правой Полосе Он Едет По левой Полосе По левой Полосе И Вот К Биби В район Камышский То есть Мы Едем Едем Вот так Он Едет Едет Ему Вот туда Надо Повернуть С левой Полосой Ну Ты За нами Пристройся Поверни Нет Ему Надо Вот так Перед Нами Никого Нет Город Свободен Четыре утра Ему Нужно Так Поступить Почему Он Так Поступил Либо Он Действительно Чувствует Безаказ Либо Он Пухой Реально Ну А что Еще Подум Опять Люди У нас Ну Понятно Там Вчера Посидели Выпил Утром Там Более Менее Там Нормальный Стал Так Чувствуешь Там В трубочку Подышал Свою Собственную А нормально Поехал Это Как бы Одно А ты Например С вечера Нахерачился И пошел Сразу Пошел В зал Машину Совершенно Как бы Осознанная Уже Поступка Правильно Тоже Хотя Сейчас Это Дороже Себе Ну Несмотря На это Гаи Все равно Ну Восьми Человек Поймали Да Вон Там За выходные Там Ну Если Это Реально Статистика Которая Озвучивает Она Так Я думаю Нахеран Народ Как У нас Не боится Что Ли Действительно Да Впрочем Пешочком Прогуляться Ты на трамвай Там давно Ездил Я живу В новом Городе Мне Тяжело На трамвай Ездить На троллейбусе Да Ну Не требуется У меня Либо Все В пешеходной Доступности Я Пешком Просто Хожу На шаги Шаги Он даже Браслетик Специально Купил Который Ну А Так В общих Чертах То Машина Действительно Уже Ехать Куда Там В Центр Ну Что Саш Объезжаем Да Все Большое спасибо За интересный Разговор Я думаю Многим Он был Тоже Интересен Ну Посмотрим У вас же Обратная Связь Она тоже Уже Будет Работать Конечно Там Может В каких Соцсетях В комментариях Прочих Прочих Посмотрим Отледим Все Спасибо Тебе Большое Сейчас Субтитры